Следующий большой класс это трансовые лодки Первой трансовой лодкой, выпущенной тайм-дриалом, был катабайт По сути своей это тот же самый ватерфлай, на который просто установили транец Честно говоря, в те давние времена тайм-дриал не знал, как правильно делать моторные лодки Поэтому высота транса у первых катабайтов была далеко не такой оптимальной, не по стандарту, как сейчас делаются И вот это подвижное днище, которое катабайт унаследовал от ватерфлая, оно очень плохо влияло на ходовые характеристики лодки Лодку невозможно было вывести на глис, она зарывалась Ну а с тех пор прошло много времени и тайм-дриал научился делать правильные моторные лодки И сейчас он практически заместился лодкой Байтбот, о которой я сейчас расскажу Байтбот это глубокая модификация корпуса байдарки Аргон Форма Аргона оказалась идеальной для того, чтобы на базе нее сделать хорошую моторную байдарку Мы увеличили диаметр баллонов с 28, как у Аргона, до 33 см Добавили транец, добавили надувное днище низкого давления Причем днище в отличие от катабайда неподвижное, а вклеенное объемно по двум линиям в корпус Это дало очень высокую жесткость конструкции И лодка теперь предназначена для того, чтобы ходить в глиссирующем режиме На эту модель мы специально не ставим интерцептор Интерцептор это специальная пластина, которая позволяет легче выходить на глиссирование И идти на глиссирование более стабильно Но на Байтбот мы ее не ставим вот по какой причине Интерцептор повышает сопротивление при ходе под веслами А поскольку базовое предназначение всех моторных байдарок сохранять ходкость на веслах Поэтому все тормозящие элементы на вот эти вот гибридные байдарки Которые используются как под мотором, так и под веслами не ставятся Вместо интерцептора работает большая длина корпуса, чем у других моторных лодок Большая длина играет ту же самую роль, что интерцептор прижимает нос к воде Только она работает весом, а интерцептор работает перенаправлением водяного потока Байтботы делаются в двух диаметрах корпусов 33 см и 40 см 40 см это уже фактически чистая моторная лодка Шириной примерно 1,20 м и предназначена для хода под мотором Отличный вариант для рыбалки и в качестве экспедиционной лодки Диаметр 33 берется именно для гибридного применения Когда хочется и как байдарочным веслом грести, так и идти под моторчиком Идти под байдарочным веслом с 40 диаметром это немножечко сложновато Но если хочется добиться повышенной мореходности То бишь способности проходить через высокую волну Но с 33 баллоном, тогда просто на 33 баллон ставится фальшборд Он не мешает гребле байдарочной Поскольку лодка сохраняет прежнюю ширину 108 см Но зато он увеличивает высоту борта И волна не будет перехлёстывать Отдельно стоит упомянуть о катабайте Изи Это не тот самый катабайт, который производится уже много лет Эта лодка сделана на базе современного корпуса байтбота В чём отличие? У катабайда Изи нет надувного днища Прямо по центру баллонов натянуто ненадувное днище Которое не касается воды Это даёт исключительную лёгкость всей конструкции И катамаранные обводы Которые очень хороши для водоизмещающего примещения В чём минусы? Минусы это грузоподъёмность Грузоподъёмность у катабайда Изи гораздо меньше, чем у байтботов Потому что у байтботов в водоизмещении участвует днище Здесь же днище не участвует И эта лодка не предназначена для глиссирующего режима Дальше самые большие наши лодки Это каботы Уран Лодка-грузовик создана для того, чтобы по большим рекам Вверх по течению на много-много километров Загрузить много-много-много всего и идти Конечно её можно применять и на озёрах, на морях В качестве рыболовной лодки Но основное предназначение это утилитарный мощный грузовик Если вы хотите именно лодку для перемещения большого количества грузов на большие расстояния Вот это тогда кабот Уран У неё абсолютно плоское днище, которое и даёт возможность вывести очень большое количество груза на глиссирование при ограниченной мощности двигателя Конечно, с этим плоским днищем связаны определённого рода недостатки Например, на скоростях 30-35 и больше километров в час в недогрузе у неё появляется вот этот вот эффект перекатывания бревна Потому что вот этому воздушному захватываемому плоским днищем пузырю уже некуда деваться Но если мы начнём делать это днище килеватом и мы делаем такие донышки То это скажется на грузоподъёмности и способности вывести большой-большой вес на глиссирование Поэтому это такой компромисс Или мы хотим погонять выше 30, но делаем килеватая донышко и уменьшаем при этом грузоподъёмность Или мы хотим иметь беспрецедентную грузоподъёмность, но при этом сталкиваемся с тем, что на высоких скоростях будут такие вот неприятные немножко в ноги эффекты Ураны выпускаются в двух размерах 460 см и 550 см Надувные днища у них сделаны из аэрдека и они являются вкладными То есть вы можете разбить вес, если вам критично это для переноски-перевозки Существует модель с фальшбортом, тогда общая высота получается более 60 см И такой лодке не страшна никакая волна А модель без фальшборта я посоветую тем, кто экономит и финансы, и вес Ходовые характеристики у модели с фальшбортом и без фальшборта одинаковы Лодка Бомбер Вот мы такая вот интересная компания, мы не хотим делать что-то такое стандартное, поэтому мы не делаем линейку таких обычных рыболовных моторных лодок Но лодка Бомбер это как раз лодка, которая максимально приближена вот к этим самым стандартным лодкам Но у неё есть свои изюминки Что в ней необычного? В ней вкладное днище высокого давления Получаются очень неплохие обводы, и в то же время вес лодки можно разбить Как, например, нельзя разбивать лодку с обклеенным днищем низкого давления По размеру она 350, по вместительности примерно плюс-минус как такие же моторные лодки Но зато она имеет вес корпуса 21 килограмм плюс отдельная донышко 7 килограммовая Вес всей лодки всего 28 килограммов Ну это не считая банок Эта лодка интересна тем, кому по каким-то причинам цельный большой тяжелый тюк таскать нехорошо И иметь желание разбить весь этот комплект на какие-то сравнительно небольшие отдельные веса Кроме вот этих весовых преимуществ на плоском донышке из эрдека очень удобно стоять Ну и цена для лодки с надувным днищем высокого давления очень-очень демократична Следующая моторная лодка это Гром Пневмокаркасная конструкция, фактически лодка на лодке Закрытая для гидродинамики тканью Сверхширокий кокпит шириной метр Такого нет ни на одной лодке таких размеров При этом общая ширина лодки всего 160-165 сантиметров в зависимости от модификации Место внутри кокпита уйма Между баллонами можно тоже хранить вещи, освобождая при этом кокпит Ходовые характеристики великолепные Лодка летает на высокой скорости, очень хорошо управляемая Единственная проблема, ее очень сложно делать и поэтому у нее очень высокая цена Но если вы хотите лодку с исключительной вместительностью, лодку очень оригинальную То Гром это вариант для вас Малые трансовые лодки это фишки и пушки Фишка была задумана как одна из самых легких моторных лодок Корпус у нее имеет заужение на корме Из-за чего стало возможным установить узенький-узенький транец Это положительно сказалось на весе всей лодки Сначала мы делали ее из ткани ТПУ Определенной плотности, но такую ткань уже перестали производить В последнее время мы делаем фишку из ПВХ Фишка есть в двух разновидностях С надувным днищем низкого давления и без такового Но с возможностью ставить вкладное донышко из эрбека Фишка с надувным днищем низкого давления заточена под мотор Имеет интерцептор и предназначена для того, чтобы ходить в глиссирующем режиме У обычной фишки без надувного днища возможность глиссирования не закладывалась в конструкцию лодки Поскольку по идее она должна эксплуатироваться под самыми маломощными моторами Электро и бензомоторами до 3 лошадиных сил А вот не так давно была создана лодка Пушка Почему она Пушка? Потому что ПУ это пулиуретан Она сделана из термопулиуретана Потому что она легкая как ПУ-шинка И потому что лодка получилась просто Пушка Сделан корпус на базе ЛЭШКИ, то есть лодки Л3ТТ Обводы носовой части практически полностью соответствуют ЛЭШКИ Размер кокпита тоже Только добавлен транец, добавлено надувное днище с интерцептором И получилась очень легкая моторная лодочка Которая по размерам кокпита превосходит фишку Она выходит на глиссирование под самыми маломощными моторами То есть она может глиссировать даже под 3 лошадиными силами И даже под 2 лошадиными силами Под глиссирование лучше заточено Подводим промежуточный итог по моторным лодкам Со старым добрым катабайтом все понятно Он уступает новым моделям Поэтому не считаю нужным его рассматривать Если вы выбираете байдарку с возможностью хода под мотором Но все-таки хотите грести байдарочным веслом То ваши варианты это байдботы в разной размерной линейке С 33 диаметром баллонов Если вы планируете ходить в более суровых условиях Но под мотором Тогда можно рассмотреть байдботы с диаметром баллонов 40 см В то же время, если вы хотите байдботу узенькому Увеличить мореходность, способность проходить через волну Вы можете поставить на него фальшборд То есть заказать байдбот с буковкой F С фальшбордом Это увеличит немножко вес Но при этом ширина лодки останется комфортной для гребли байдарочным веслом Что касается катабайдризи Это самая легкая моторная байдарка И это главное ее достоинство Легкость По грузоподъемности и по возможности идти в глиссирование Она уступает обычным байдботам Если вы хотите все-таки делать упор на моторчик Причем моторчик не самой малой мощности Конечно берите байдбот Кобот Уран вам нужен Если вы возите большой груз на большие расстояния Это серьезная лодка-грузовик Лодку Бомбер выбирайте Если вы рыбак Хотите обычную классическую моторную лодку Под моторчик где-то 9,8-15 лошадиных сил А лодка Гром Цена своим очень объемным широким кокпитом И возможностью прятать вещи между баллонами Что касается малых моторных лодок Если выбирать между фишкой, фишкой лайт или пушкой Я бы сейчас на данный момент выбрал пушку Потому что это и более объемный кокпит И лучшие скоростные данные под мотором И то, что сейчас это единственная моторная лодка Которая делается из ТПУ ткани Продолжение следует...